Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода Рижди, мой канал о моде красоте, так же облом на шопинге. В этом видео я расскажу, почему я думаю, я достаточно часто это упоминаю и стою на этой позиции, почему я считаю, что итальянские женщины, они в большинстве своем не работают. Есть зрители, которые так не считают, но опять же я часто говорю, что то, что я вижу вокруг себя, это, безусловно, некий субъективный взгляд, и, соответственно, кто-то, может быть, со мной не согласен, и кто-то в другом регионе проживающий может видеть и наблюдать совершенно другую ситуацию. Я говорю по людям, которых я лично знаю, я говорю по ситуации, которые я лично вижу на протяжении, наверное, последних 10 лет. Итак, итальянские женщины, я считаю, в большинстве своем не работают, либо работают part-time, но крайне-крайне редко, именно после рождения первого ребенка. Из-за рождения первого ребенка, как правило, через пару лет, через три года максимум следует рождение второго ребенка. Итак, итальянские женщины не работают, на мой взгляд, прежде всего, в силу определенных традиций, которые поддерживаются, которые сложились на протяжении предыдущих десятилетий в итальянском обществе. Итальянская женщина – это прежде всего хранительница очага. Это прежде всего мама, это прежде всего жена, которая хорошо умеет готовить, которая умеет хорошо убираться, которая умеет хорошо гладить, которая прекрасно общается со своими детьми, по большому счету, все свое время после рождения детей посвящает именно детям. Могу сказать, что итальянские мамы, на мой взгляд, большие молодцы. Они действительно общаются на той волне со своими детьми, которую можно пожелать очень многим мамам, не только российским, но и вообще во всем мире. Это мамы очень веселые, это мамы очень общительные со своими детьми, это мамы, которые действительно на одной волне со своими детьми. Но у всего этого есть оборотная сторона, есть, скажем так, определенная стоимость, которую, возможно, эту цену, эту стоимость итальянские женщины и не осознают. Опять же, то, что я рассказываю про итальянских женщин, ни в коей мере не является тем фактом, за который я их осуждаю, либо за который я, возможно, их не понимаю. Но действительно, как человек из другой страны, из других традиций, из другого общества, я могу сказать, что определенные вещи действительно меня удивляют, прежде всего при тех возможностях, которые имеют итальянские женщины. Так они не работают в силу таких представлений, которые имеют общество, которое имеет мужская часть населения в Италии, обувь итальянских женщин. Но также следующий фактор, который заключается в том, что итальянские женщины крайне редко в отношении итальянских мужчин, а также в отношении, допустим, российских, русских женщин, получают высшее образование. Опять же, он проистекает вот из этих традиций. То есть девочка изначально растет и видит определенную фигуру, женскую фигуру, в виде своей матери, в виде своей бабушки, в виде своей тети и так далее, и так далее, которая занимается совершенно конкретными вещами, и эти вещи, как правило, не связаны с работой, и тем более они не связаны с какой-то профессиональной серьезной деятельностью. Вообще, что значит получить образование в Италии и вообще в Европе? Это значит очень сильно потрудиться для этого образования. Я не уделена, что ценность нашего образования, российского образования, не признается, ну, наверное, ни в одной стране мира. Возможно, в каких-то странах третьего мира, наверное, некорректно, нехорошо так говорить. Но, тем не менее, в цивилизованном мире наше образование ни во что не ставится. Его нужно подтверждать, но подтверждая свое образование, ты фактически сдаешь новые экзамены. Фактически ты изучаешь ту материю, по которой ты подтверждаешь свой диплом и сдаешь экзамены, фактически ты изучаешь ее заново соответственно меня здесь это не удивляет потому что здесь получить высшее образование означает действительно учиться означает действительно выйти высококлассным специалистом с того университета где-то высшее образование ты получал поэтому поэтому это прежде всего означает колоссальные трудозатраты со стороны мужчины которые получают высшее образование со стороны женщины которые получают высшее образование повторюсь безусловно есть женщины в итальянском общества, которые получают высшее образование, если мы возьмем, допустим, врачебную сферу, то там очень много женщин-медиков. Но тем не менее, если мы возьмем все другие сферы, то там превалировали будет, опять же, мужчин. Я имею в виду, безусловно, те профессии, где требуется высшее образование. Так вот, в силу определенных традиций высшее образование не принято получать итальянскими женщинами. Но опять же, высшее образование означает прежде всего, что однажды ты должна будешь сделать выбор, продолжать свою карьеру, продолжать свою работу. Соответственно, твои дети, возможно, на бабушках, твои дети, возможно, с бейбиситером и так далее, и так далее. И в этот момент, возможно, ты столкнешься с непониманием, опять же, того социума, который будет преследовать вот эти традиционные взгляды. Это, возможно, родственники мужа, это, возможно, сам муж, и, возможно, это даже твои родители, и, возможно, опять же, это твое ближайшее окружение, друзья, подруги, которые никогда тебя не поддержат и не поймут, что ты работаешь, а ты, повторюсь, работаешь, потому что ты потратила огромное усилие, огромное время, ты работала, возможно, официанткой, потому что очень многие люди, которые здесь, в Италии, получают высшее образование, вне зависимости от того, женщины это либо мужчины, они содержат себя во время получения этого образования, они содержат себя вот любыми профессиями, что называется, сезонными, какой-то подработкой. Прежде всего, это туристическая страна, поэтому возможностей достаточно много. Это, возможно, какая-то официантская работа, это, возможно, какая-то даже курьерская работа, это, возможно, работа по сезону, опять же, в каких-то ресторанах прежде всего. Соответственно, люди, действительно, которые получают высшее образование, они идут на огромные, вот прямо-таки я не постесняюсь сказать, на огромные жертвы для того, чтобы это образование получить. Поэтому, предвидя то, что женщина в итальянском обществе, прежде всего, мать и жена, не всякая женщина решится это высшее образование получать. Соответственно, после рождения детей у женщины с высшим образованием, как я много раз говорила, у нее нет выбора. Она продолжает работать, она продолжает содержать зачастую бейбисидера первые три года, а также ясли. Ясли в Италии стоят очень дорого. Ясли в Италии стоят столько, сколько стоит частная хорошая школа в Европе для детей школьного возраста. Так вот, женщина зачастую отдает всю свою зарплату только для того, чтобы не потерять то место, к которому она шла годами. Поэтому, действительно, прежде чем задуматься о какой-то серьезной работе, о серьезной работе, серьезный доход, это прежде всего работа, где требуется высшее образование, любая девушка итальянская, 18-19 лет, что называется, хорошо подумает о том, какой в дальнейшем она видит свою жизнь и свое место в этом обществе. Третья причина, по которой итальянские женщины не работают, является как раз-таки само государство. Уж не знаю, по какой причине, но итальянское государство является, вообще Италия является местом, наверное, самым дружелюбным к детям в Европе. И, как правило, эту классификацию, точнее, Италия занимает исконно на каких-то первых позициях. То есть Италия – это страна, где к детям очень хорошо относятся, где детей очень любят. Вне зависимости от того, это итальянский ребенок, либо это ребенок-турист, либо ребенок-эмигрант, итальянское общество очень лояльно к детям, очень дружелюбно к детям. Но, несмотря на это, Итальянская республика очень недружелюбна к маму, потому что, начиная все с декрета, все очень сложно, все очень строго. И декрет, например, в Италии, в Италии обязательно декрет составляет 5 месяцев. 2 месяца до родов, это могут быть 3 месяца по медицинским показаниям, и, соответственно, 3 месяца после родов. Но если женщина по медицинским показаниям была бы вынуждена 3 месяца находиться в декрете до родов, соответственно, у нее после родов остаются 2 месяца. В эти 5 месяцев женщине выплачивается, внимание, 80% от заработной платы, которую она имела на протяжении, опять же, все зависит от структуры, где она работала, все зависит от договора, но, как правило, это зарплата, которую она имела на протяжении последних 6 месяцев. Так вот, эти 80% плавят государство, 20% на усмотрение работодателя. Но, как правило, эти 20% редко-редко женщине выплачиваются, соответственно, она получает в течение декрета 80% от своей заработной платы. С этих 80% женщина, конечно же, платит подоходный налог. Потом, опять же, все варьируется в зависимости от той профессии, которую имела женщина. Она может уйти в так называемый добровольный декрет, где зарплата ее сохраняется в размере 30%. Есть некоторые профессии, я сама являюсь человеком, который по этой профессии в Италии числится и платит налоги. Есть некоторые профессии, на которые не предусмотрен так называемый добровольный декрет. То есть, вот я являюсь человеком, который хотел оформить добровольный декрет. Он на тот момент, когда я оформляла, мог быть продлен до полутора лет ребенка. Я не смогла его оформить, потому что в моей профессии такой декрет не положен. Соответственно, вот итальянское государство только вот в этих моментах, не говоря о том, что когда я, например, итальянским своим подругам рассказывала, что у нас есть, сейчас даже я не знаю, как по-русски он называется, на второго ребенка оформляется материнский капитал, я рассказывала. Они были крайне удивлены, потому что в Италии, если существует так называемый бонус BB, то есть бонус оформлен на ребенка, то ты должна быть практически малоимущей, чтобы этот бонус на своего ребенка оформить. То есть, опять же, женщина с высшим образованием, возможно, с некоторой недвижимостью, потому что она, опять же, зарабатывает определенные деньги и может себе определенные вещи позволить, она фактически лишена любых этих бонусных выплат, только потому, что она в свое время рискнула и решила получить высшее образование, сейчас является обладателем той профессии, которая определенный доход ей приносит. Но и четвертая причина, она, скажем так, факультативная, но, тем не менее, она также очень весома, и в свое время это меня очень удивляло. Я, когда приехала в Италию, когда узнала, что детский сад работает до 3.30, меня это крайне поразило. Я подумала, боже мой, ну как итальянские женщины работают. А на самом деле они так и работают, они просто не работают. Они крайне редко работают в первую половину дня, потому что в первую половину дня они должны, что называется, готовить, они должны убираться, они должны делать очень многое из того, что исконно на них возлагает итальянское общество, что от них, точнее, ожидает итальянское общество. Ну а после обеда, после обеда, как правило, встретят старшего ребенка. Кстати, итальянские женщины не выходят на работу, не начинают вести какой-то свой бизнес, не становятся фрилансерами, даже когда их дети вырастают. Потому что даже когда их дети вырастают и имеют возраст 10-13 лет, итальянская женщина продолжает делать то, что делает, когда ребенку, допустим, 3 года, и он только-только начал ходить в сад. А именно, она развозит его по различным кружкам, она развозит его по различным, ну, кружки и секции, на самом деле, одинаково все. Ну вот примерно она является, по большому счету, таксистом у своего ребенка. И опять же, посещение определенных собраний в Италии, это очень-очень важно. Я эти собрания пропускаю, в силу того, что, наверное, я иностранка, на меня смотрят, ну, странно, но тем не менее, мне эти странности прощают. Но опять же, вот эта материнская жизнь, материнские обязанности накладывают на тебя огромный, даже не знаю, огромный пласт тех дел, которые ты должна делать, по большому счету, и можешь сделать их только после обеда. Недавно я выпустила видео, и мне подумалось, что очень многие мои зрители могли бы написать мне, Яна, о таком дне среднестатистическая итальянская мама, наверное, могли бы мечтать многие женщины, которые проживают, прежде всего, на территории России, потому что есть секции, эти секции шаговая доступность, эти секции стоят недорого и так далее, и так далее. И это действительно правда. Это одна из тех вещей, которые, скажем так, движут меня и толкают меня продолжать жить и оставаться в этой стране, несмотря на то, что я определенные вещи вижу, определенные вещи мне не нравятся, и определенные вещи я понимаю и не хочу их принимать. Но, тем не менее, будущее моих детей, но самое главное, сегодняшний день моих детей, то, как они живут, позволяет мне взвесить все за и против и оставаться проживать до сих пор в этой стране. Так вот могу сказать, что да, итальянские женщины, с одной стороны, являются заложницами того быта, того, скажем так, благополучного быта, который они ведут изо дня в день. Но, с другой стороны, итальянские женщины, в отличие от женщин-иммигрантов, которые приезжают сюда за лучшим будущим, прежде всего для своих детей, они лишены этой возможности ценить, ценить свои, скажем так, будни мамы, мамы, которая может не работать, маму, которую содержит, точнее маму и жену, которая содержит муж. Это считается нормальным. Итальянская женщина никогда не считается ежедневенкой, никогда не считается на содержание своего мужа, потому что, повторюсь, общество изначально, ожидает того, что итальянская женщина, она не будет работать, она будет заниматься семьей, домом, а также детьми. Вот такое мое видение итальянских женщин. Вот так я себе объясняю, почему большинство итальянских женщин, на мой взгляд, не работают здесь, в Италии. Я же на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok